Здравствуйте! Сегодня мы с вами выполним следующее задание. Представьте первое число в виде десятичной дроби и выполните умножение. Для того, чтобы представить в виде десятичной дроби, надо, чтобы в знаменателе стояло 10, 100 или 1000. Значит, 1 пятая можно привести к знаменателю 10. Для этого я умножу нашу дробь на 2. Получаем 2 десятых умножить на 0,3. Запишем в виде десятичной дроби. 0,2 умножить на 0,3. 2,3 умножить на 0,6 умножить на 0,6 умножить на 0,6. Для этого мы с вами выписываем 1 пятую и теперь делим в столбик 1 на 5. 1 на 5 не делится. Ставим 0. 5 и 0 это 0. Отнимаем, получаем 1 и дописываем 0. 10 на 5 делится. Это 2. Получаем ровно 10. То есть мы сразу можем записать 0,2. То есть два способа приведения. Либо вы домножаете, либо вы вот таким образом делите. Давайте рассмотрим еще один пример. 3,20 умножить на 6,4. 3,20 можно привести к знаменателю 100. Для этого мы умножаем на 5. 3,5 это 15. 20 умножить на 5 это 100. И умножаем на 6,4. Получаем 0,15 умножить на 6,4. Далее мы начинаем выполнять умножение в столбик. Мне удобнее подписать на первое место 6,4. Внизу я напишу 0,15. Почему я подписала именно так? Потому что на единичку умножать очень легко. Итак, 5 и 4 это 20. 0 пишем, 2 в уме. 5 и 6 это 30. И 2 в уме это 32. Далее мы будем подписывать под двоечкой. 1х4,4. 1х6,6. 6 на 0 мы с вами не умножаем. И начинаем складывать. Давайте посчитаем знаки после запятой. 1,2,3. 1,2,3. Запятая будет стоять перед девяткой. И дописываем 0. 0 на конце нас не устраивает. Поэтому мы его можем зачеркнуть. И получим ответ 0,96. Обратите внимание. Можно было, как и в предыдущем случае, 3,20 получить действие деления. Итак, вот у меня сбоку есть место. Мы с вами поделим 3 на 20. 3 на 20 делится? Нет. Пишем 0. 0 умножить на 20 это 0. Получаем 3. И дописываем 0. И ставим запятую. Далее берем по одному. 20 умножить на 1 это 20. Получаем 10. И дописываем 0. 100 делим на 20. Это 5. 5 умножить на 20 это 100. Значит, получаем те же самые величины 0,15. Спасибо за внимание.